Всем привет! Остров Унгуди, архипелаг Занзибар, страна Танзания, Африка, если кто не знает. Вот, про воду, про воду для Масаев, да, если вы не смотрели, у меня плохо видно, потому что солнце жарит вот с той стороны, сегодня адски жарко, но я думаю, что и не надо меня смотреть, что, вон, вон там красивее намного. Обещал рассказать, многие спрашивали, как идут дела, значит, для тех, кто совсем новый, рассказываю очень вкратце, очень сильно вкратце, да, есть в Танзании и, получается, у нас это Танзания и Кения дальше, есть такая очень-очень сильно засушливая, долина, там живут в основном Масаи, больше там никто не выживает, Масаи это скотоводы-кочевники, они ведут полу-кочевой образ жизни, то есть они приходят своими стадами в какое-то место, там выпасают коров, значит, живут они очень старым укладом жизни совсем, то есть у них такие родоплеменные общины, и, собственно, мы этому очень рады, потому что мы можем изучать вживую сейчас, как раньше жили наши предки, да, вот, жизнь у них очень тяжелая, особенно тяжело приходится детишкам, потому что там совершенно нет воды, с едой у них проблем нет, они не голодают, потому что все кочевники мясоеды и, собственно, с мясом у них все хорошо, но вот с водой у них плохо, дети, женщины и вообще все члены этого общества должны проходить десятки километров в день, чтобы просто попить водички, причем водичка часто очень грязная, пресная, зацвевшая и, ну, это когда вода цветет, не знаю, правильно слово зацвевшая, неправильно, вот, и, собственно, там еще добавляют им проблем микроорганизмы, это ракообразные микроскопические, которые, на мой взгляд, больше похожи на червячка, вот, они придают воде такой розовенький цвет, если их пить регулярно, вместе с водой их проглатывать, да, то они начинают жить у тебя в организме и делают тебя слепым, примерно к 40 годам многие местные жители в том регионе, это вы можете загуглить Аруша, вот там город Аруша в Танзании, да, там это долина и дальше вокруг, вот, там многие к 40 годам слепые, есть регионы, где нет вот этого рачка, там получше, есть регионы, где есть, там намного похуже, ну, и, собственно, когда в прошлый раз я увидел, что дети бегают в пыли, грязные и просят просто воду, и даже были истории, когда дети выбегали на дорогу, становились на коленях, показывали, что они хотят воды, да, жестами, вот, я сильно растрогался, решил им помочь провести воды, вот, там ее крайне малая, она находится очень глубоко, скважины бурят на несколько сот метров, вот, я, собственно, ну, это первая причина, да, то есть жалко детей, вторая причина, я на африканских камнях заработал неплохую сумму и хотел бы часть денег вернуть обратно, это, собственно, вторая причина, третья причина, мой шаман, которому я прислушиваюсь, он мне всегда с самого начала говорил, что если ты помогаешь людям, то это всегда многократно возвращается тебе обратно, когда я попробовал первый раз, у меня это все сработало, и все остальные разы, когда я пробовал это делать, у меня всегда это срабатывает и действительно возвращается многократно, вот, собственно, поэтому я решил и где-то в феврале я записал видео о том, что я решил провести воду, и у меня очень много времени ушло на поиски места, потому что, смотрите, это должно быть место, где действительно ее сильно не хватает, где действительно люди сильно страдают, сильнее, чем в других местах, да, во-первых, во-вторых, это должно быть место, где живет много людей, в-третьих, это должно быть место, которое нельзя будет запереть на замок, ну, например, нельзя скважину бурить на территории какой-то деревни, потому что там, ну, вождь повесит замок, скажет, все, это только наша вода, все остальные идти нафиг отсюда, да, вот, поэтому я хотел найти, в очень проблемном месте, но при этом многолюдном. Или церковь, или школа. Вот, собственно, я нашел на прошлой неделе школу, вокруг которой живет 1300 взрослых детей. Соответственно, детишек, я думаю, там раза в два где-то больше. Все сильно страдают от жажды. Ближайший источник воды это 50 километров пешком. Значит, вода находится там на глубине примерно 250-300-350 метров. Вот примерно, да, точно никто не знает. Я взял сотрудника бурильной компании инженера. Я взял, ну как, мне навязали, сказали, что вам надо обязательно взять с собой чиновника из местной администрации какой-то. Мы приехали в эту школу, там действительно все плохо. Вот, я все снимаю на видео. Мы примерно скалькулировали, что это будет стоить несколько десятков тысяч долларов, потому что цена за доставку оборудования туда, она фиксированная. Цена за бурение, она по метру. А сколько метров будет, хрен его знает, да, непонятно. Вот, и уже на мою тайскую компанию выставили счет. Я уже перевел первые 10 тысяч долларов. Собственно, сегодня у нас что? Понедельник. Вот, сегодня понедельник, 15 ноября. Уже начался процесс поэтапной доставки туда оборудования. Дело в том, что там не только бурильное оборудование, это же еще палатки, провизии для рабочих. Они же не будут каждый день туда-сюда ездить. Там ехать в один конец часов 5 где-то. То есть это 10 часов в пути, да, чтобы добираться. Поэтому они будут жить там. Собственно, там им нужно оборудовать все для жилья, пространства, да, и все-все остальное. Вот, на это уйдет какое-то время. Бурение займет несколько недель. Есть шанс, что оно увенчается неудачей вообще. То есть, что мы пробурим там, допустим, на 400 метров, вода так и не появится. В этом случае компания мне возвращает 50% денег. Вот. Ну, мы, конечно, надеемся, что все получится. Так вот. Это, во-первых, я ответил на вопросы всех, кто спрашивал, как ситуация с водой. То есть все уже в процессе. Во-вторых, мне много в комментариях, в личку писали, что Костя, я тоже верю вот в эту ситуацию, что нужно людям помогать, тогда тебе это все возвращается. Ну, благотворительность, да, по сути. И, пожалуйста, сообщи мне, я тоже хочу поучаствовать. Вот, смотрите, такой момент. Я ни у кого ничего ни в коем случае не прошу. У меня достаточно денег, чтобы пробурить много таких скважин. Возможно, я так и сделаю. Начну с одной, да, посмотрим. Ну, если вы хотите поучаствовать в этом, пишите мне в WhatsApp. Я вам дам на тот момент, когда вы мне напишите, удобные реквизиты. Возможно, они сегодня одни у меня удобные, завтра другие удобные, да. Это в любом случае будет международный перевод. В любом случае. И еще момент. Если вы потом захотите подробный финансовый отчет с предоставлением всех документов, возможно, я это делать не буду, потому что у меня просто нету на это времени. То есть, собирать все эти документы, переводить их на русский, заверять перевод и все остальное. Во-первых, мне некогда. Во-вторых, мой, например, бухгалтер сказал, что он не хотел бы светить внутренними документами о переводах, о налогах и обо всем остальном. Например, в нашей компании в Таиланде. Поэтому тут как бы все вот так вот. Я не прошу, у меня свое есть, мне хватает. Но если кто-то хочет поучаствовать, вы просили сообщить, поэтому я вам сообщаю. Вот, финальный результат, конечно, все покажу. Я с самого начала, мы там первый день были, я там все начал снимать. Причем там интересно получилось, что именно в тот день, когда я туда приехал, это была пятница, получается, 13-го, пятница 13-го ноября. Там был сбор со всех окрестных племен или вожди, собрались вожди. И там был главный вождь между вождями этими всеми. И у них был совет, и как раз в этот момент я приехал. Я посчитал, что это знак и решил бурить именно там. Так, ну, вроде все. То есть, кто хочет поучаствовать, пишите в WhatsApp, WhatsApp под видео прикрепляем. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok